Снова здравствуйте, дорогие друзья! Всех вам благ, долгих лет, хорошего настроения, приятного вечера! Источник рассказал о необычном ДТП в аэропорту Одессы. Там столкнулись две инкассаторские машины, банка Пивденный. Оба броневика спешили к чартерам на Белград, где можно спокойно провести хоть полный самолет кэша. Элитка бежит с Украины. Мне кажется, что если бы в России начались какие-то такие серьезные потрясения, как мы видели в Казахстане, как мы сейчас наблюдаем на Украине, даже не сами потрясения, только ожидания потрясений. Элитка бежит со всех ног, ток, пятки и сверкают. Вот, пожалуйста, позавчера я вам зачитывал списки тех, кто уже сбежал. Две инкассаторские машины на перегонки ехали, столкнулись, потому что пытаются в наличной форме вывозить бабки. А почему в наличной? Почему бы не воспользоваться банковской системой? Перевести с одного счета на второй. А все видят, что сейчас происходит в плане санкций. То, что мы с вами опять же обсуждали. Деньги, которые нелегально, без уплаты налогов вывозятся на Запад, в любой момент могут быть отобраны. И на самом деле, даже то, что сейчас олигархи пытаются наликом вывезти на Запад, тоже в любой момент к этим олигархам придут и спросят, так, дорогой, скажи, пожалуйста, вот эти деньги у тебя откуда? Если же они будут хранить их просто в сумках и чемоданах в какой-то охраняемой квартире, власть другой страны, которая обязательно все это будет знать, как ни крути, и в Белграде они остановятся, или в любом другом населенном пункте, рано или поздно об этом узнают, что это за домик или квартира, вокруг которой все время полно охраны и так далее. Придут с обыском, и вы знаете, какое совпадение? Найдут эти бабки. И с человеком, который сольет эту информацию, поделятся. И с человеком, который организует спецоперацию, обыск и конфискацию, поделятся. Эти бабки найдут свое место. Наши постсоветские олигархи в России, Казахстане, Украине, Белоруссии, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Армении, Азербайджане, Грузии в любой момент потеряют все. Было бы желание. И желания у западной элитки все больше. Надо четко понимать, что сейчас происходит. Самое отрадное то, что я сейчас должен сказать, дорогие друзья, искренне благодарна всем, кто развивает идею того, что война недопустима, то, что от войны пострадают мирные люди беззащитные, а элитка, конечно же, попытается срубить максимальные дешефты. Британский премьер Борис Джонсон. Вспоминаем, что там у Джонсона сейчас происходит. Ему даже первым в мире пришлось отменить все коронавирусные ограничения. В Великобритании отменили масочный и перчаточный режимы, карантины и все-все-все. Дистанционку для школьников отменили. Почему? А у них бешеные темпы роста цен. По итогам года цены на кварплату, а в Европе, вы знаете, на Западе вообще цены на кварплату гораздо выше, прирост больше 50%, в полтора раза. 200 тысяч рублей мы с вами подсчитывали, около 200 тысяч рублей за год средняя британская семья будет платить за коммуналку. Это бешеные деньги, даже для них. И Джонсон, дабы не бесить толпу, ему надо как-то выкручиваться. У него за прошедший месяц пятерка ближайших советников поувольнялась. Министров там, замминистров бегут с тонущего корабля. У Джонсона большие проблемы. И что он сейчас делает? Он пытается максимум выжить, что может из истории вокруг России. Джонсон заявил, всем европейским странам сейчас нужно исключить из своих вен северный поток. Джонсон поучает Европу, что надо не идти на уступки Путина, не торговать с ним, не покупать у него газ, запретить северный поток. Это такая ястребиная жесткая риторика, которая кому-то обязательно понравится. Украинская повестка в отношениях России с США и Европой уходит на дальний план, уступая место дипломатической классики, контролю вооружения и вопросом большой торговли. Вот северный поток это всего лишь вопрос большой торговли. На местное население, Луганское и Донецкое, на право на самоопределение и так далее, и так далее, всем начхать. Джонсон планирует перевести переговоры с мировыми лидерами, чтобы отвести Россию от края и завершить украинский кризис. Понимаете? Макрон к нам прилетел, попытался перевести такие переговоры, чтобы закончить конфликт. Но что-то пока что ничего не закончилось. Борис Джонсон теперь говорит, нет, это я проведу переговоры. Президент Турции Эрдоган говорит, нет, я переведу переговоры, я буду посредником между Россией и Украиной. Что-то ведь всем резко стало нужно провести эти переговоры. США, между тем, начали подготовку войск для цветных революций. С 23 января армия США начала проведение особых учений своего спецназа для отработки действий во время так называемых цветных революций. Речь идет об имитации ввода подразделений спецназа в политически нестабильную страну для свержения нелегитимного правительства. Раньше такого не было. Если помните, цветные революции изначально считалась ситуация, когда люди мирно выходят с цветами, говорят, дорогие силовики, вы же понимаете, что эти воры нас грабят и так далее, и так далее. Давайте мы этот старый режим свергнем, будем жить по-новому, будем жить счастливо. В ответ на это силовики, да, арестуем старого президента, посадим, выберем какого-то нового, все, революция рос, в Саакашвили, в Египте там вот эти братья-мусульмане. Однако же были и другие примеры, ну, например, в Ливии свержение Каддафи, как происходило там это, госсекретарь на тот момент Хилари Клинтон, как это многие говорят, чуть ли там не оргазм испытала, у нее прям вау, когда показывали кадры, как Каддафи выволакивают на расправу толпе, и его там жестоко убивают, и вся вот эта история. Вот, пожалуйста, сейчас в Америке целое подразделение будет проходить спецподготовку, чтобы такие операции у них были на готове. Куда они намереваются? Где у них нелегитимные режимы? В России? В Белоруссии? На Украине? Вдруг, если Зеленского турнут пинком? Или где? Или в Китае? Против кого сейчас американцы готовят новую цветную революцию? Мы готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь масштабные и незамедлительные последствия для российской экономики, говорится в заявлении министра финансов Большой Семерки. Это уже серьезно. Если политики могут делать бла-бла-бла любые абсолютно, у них надо выкручиваться в внутриэлитных раскладах, у Байдена свои серьезные проблемы и с тем же коронавирусом. Трамп все время его очень серьезно покусывает, потому что даже при Трампе, которого очень сильно ругали, критиковали, даже при Трампе заболеваемость и смертность от ковида была ниже, чем при Байдене, который гарантировал, что уж мы-то такие карантинные меры предпримем, что никто болеть не будет. Но нет, при Байдене стало гораздо хуже. С экономикой все гораздо хуже. Кризис приближается в Америке. Американцам надо что-то делать, что-то изображать. Может быть, правда, войну развязать. Не в одном месте, так в другом. Может быть, еще какие-то варианты. Но вот министры финансов – это ребята, которые занимаются конкретной сферой. Если уж они говорят, что у них подготовлены некие масштабные и незамедлительные последствия для российской экономики, а большая семерка – это все мощнейшие западные страны – Германия, Великобритания, США, Япония туда же входит. Вот эти вот все, если сейчас долбанут по нам санкциями, а они заявили, министры финансов заявили, не президенты какие-то, которые могут бла-бла-бла делать, а министры финансов, то это, правда, серьезно. Правительство Германии ожидает от России срочных шагов по деэскалации ситуации вокруг Украины, написал в Твиттер канцлер ФРГ Олаф Шольц. И он туда же. Значит, кто у нас занимается решением украинского вопроса? Германия, Британия, Франция, Турция, Америка. Вот эти пять стран уверяют, что они все сделают, чтобы все успокоились. Но так ведь наши-то, россияне, уже тоже говорят, что мы не собираемся ни на кого не подать, зуб даем, не будет ничего. И украинцы вроде не хотят воевать. А откуда тогда война-то начинается? Шансы договориться есть всегда, сказал Лавров на вопрос Путина, можно ли прийти к консенсусу с Западом. Лавров на встрече с Путиным предложил продолжать наращивать контакты с США и НАТО по безопасности. Лавров на данном этапе предложил бы продолжать переговоры. Путин одобрил. Россия не ведет никаких военных приготовлений. Учения завершатся по плану, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Госдума решила пойти по шизофреническому пути. Характеризует это Незыгарь. Она и консультации с МИДом начнет, а о целесообразности признания ЛДНР и обращение к Путину отправят с просьбой этого самого признания. Судя по всему, думцы плохо представляют, что именно сейчас нужно президенту и хотят дать ему все и сразу. Новая искренность. Минск пригласил представителей Литвы, Латвии и аккредитованных военных атташе для наблюдения за учениями с РФ. То есть и Россия, и Украина, и Беларусь показывают, да нет, ребят, мы сейчас не собираемся воевать. Потому что уже и гривна обрушивается, и у рубля большие проблемы. Вот только после вот этого выступления Путина вроде как начался откат. Лихорадит валюту. Естественно, что в любой момент наши рынки, наши национальные валюты, украинские, российские, белорусские, будут испытывать самые серьезные проблемы. Как сообщают из Минска, Лукашенко на встрече в Москве готов обсудить вопрос о признании ЛДНР Абхазии, Южной Осетии и вернуться к вопросу о признании Крыма. Наберите в грудь побольше воздуха. Че это вдруг Лукашенко? Готов обсуждать все эти вопросы о признании ЛДНР? Хотя он все это время не делал этого. Правильно. Минск снова просит кредит. И наверняка выпросит. А че у Путина-то? Деньги не свои, деньги казенные, деньги бюджетные. Можно и раздавать. Отмечается рост антивоенных настроений на фоне системного недовольства внутренними проблемами. А вот это круто. Это мы, правда, рад. Ребят, в разных социальных сетях, в Инстаграме, в Телеграме, в Твиттере, в ТикТоке, на Ютубе. Очень многие адекватные люди говорят, не-не-не, ребят, вы че хотите делайте, но чтоб никакой войны. Я напомню, что Крымская Виктория, воссоединение России с Крымом, было одобрительно встречено нашим обществом. Одна из основных причин заключалась в том, что не было пролито крови от слова совсем, что называется без единого выстрела. И сейчас, учитывая ту ситуацию, которая сложилась на востоке Украины, учитывая масштабные поставки военной техники на восток Украины, западной техники, учитывая неоднородность вооруженных сил Украины, там есть и такие батальоны, и сякие батальоны, регулярные войска, какие-то там народные ополчения, в общем, че там только сейчас, каша полная, у Зеленского авторитет около нуля, это значит, что если вдруг начнется реальная операция по воссоединению с Луганском и Донецком, кто-то точно поймет. Перестрелки избежать практически невозможно. Избежать потерь среди мирного населения практически невозможно. И это, это даже не риск, это даже не угроза. Это тот урон, который себе ни российская, ни украинская власти позволить не могут. Любое начало реальных военных действий на востоке Украины в зоне Луганской и Донецкой Народных Республик приведет к самым худшим сценариям. Вы обратили внимание нашей власти? Там Лавров, Путин, они вообще словосочетание «Минские соглашения» вообще используют? Поэтому, дорогие друзья, патриотизм в борщ не добавишь. Это касается и России, и Украины, и даже западных стран. Экономические проблемы начинают перевешивать политические какие-то интересы и риски. Проблемы с ростом цен в Великобритании заставляют Джонсона менять свою политику и по отношению к ковиду, и изображать из себя вот сейчас великого миротворца. У Макрона через полгода выборы, и он тоже строит из себя великую мировую фигуру. Шольц, новый канцлер Германии, который должен доказывать, что он не хуже Меркель. В Америке у Байдена проблемы, Трамп наступает на пятки, у них тоже скоро выборы в Конгресс. У Путина его знаменитые планы, как бы все-таки расширить границы России, тогда все будет хорошо, и новая Крымская Виктория, это то, что мощно поднимет его рейтинги. Что-то надо присоединить. С Северным Казахстаном не получается, с Белоруссией не получается, с Востоком Украины опять не получается, Путин тоже, судя по всему, грызет себе локти. Происходит лютая дичь. Во всех развитых странах, от России до США, от Турции до Британии, у власти оказались политиканы, которым абсолютно наплевать на реальные общественные интересы. Только в крайних случаях они вынуждены действовать с оглядкой. И, к сожалению, люди, жители Луганска и Донецка, это заложники этих деятелей. И российская экономика сейчас в заложниках у этих деятелей. В любой момент, даже, может быть, не будет ничего, просто в новостях передадут, что Путин что-то там начал делать, мощнейшие санкции, перестают работать банковские карты, акции падают там на, не знаю, на 30, на 50, на 80 процентов. Массовое банкротство крупнейших предприятий, массовый, резкий рост безработицы. Я не знаю, может, тогда уже у нас революция какая-то начнется. Спасибо Единой России, спасибо администрации президента за то, что сами приближают собственный конец. Потому что с этой властью куда-то выплатить, куда-то выбраться возможностей никаких нет. Дорогие друзья, что думаете вы? Кто стоит за нагнетанием эскалации на востоке Украины? Моя версия, что все виновны. Всем выгодно разыгрывать спектакль. А страдает конкретно наш карман, наша экономика. Все просто говорят, просто рассказывают о том, что Россия вот-вот сейчас что-то начнет делать. Наши власти не могут нормально ответить. Те же контрсанкции ввести. Ну вот смотрите, что мог бы сделать сейчас Путин? Выйти перед телекамерами, сразу с переводом на английский, на немецкий, чтобы никто там не посмел как-то неправильно перевести и заявить, что у России нет никаких планов по ведению наступательных боевых действий. Мы убеждены, что мирный исход возможен. Мы подчеркиваем, и наши разведданные говорят о том, что готовится провокация. На востоке Украины есть огромное число мирных жителей, которые тяжело живут. Уже сейчас у нас есть данные, что Британия, Соединенные Штаты, Германия, Турция хотят устроить провокацию. Они поставляют массовое вооружение и так далее, и так далее. Не дай бог, что-то пойдет не так. Мы такие контрсанкции объявим. Ну какие-нибудь контрсанкции. Мы вообще перекроем газовую трубу. Мы перестанем продавать нефть. Мы там то-се-е-пятое-десятое. Ну где наш ответ? Где великий геополитик Путин? Где страшный кулак Российской Федерации? Наше импортозамещение, наша готовность к любым санкциям. Где результаты их работы? Их политика, их результат – это полная деградация и развал. Спасибо за просмотр, друзья. Вместе мы сила, нет войне. До новых встреч, пока.